Херак, херак, с вами Жак Шерак. Егерь, егерь, с вами Арнольд Шварценеггер. Кумкват, сабдвач, с вами Бенедикт Кэмбербач. На самом деле, нас так давно не было, что кому уже какая разница, как мы называемся. Но, тем не менее, это жарач. А, стойте, стойте. Вот, Саша здесь. Все формальности собледены. Так что, давайте начнем, наконец. Ну, а готовим мы сегодня желейные яйца. Все здесь, марки скрыты, марок больше нет. Пасха. Интересная история в том, что тот рецепт, который я вам сегодня хочу показать, наш семейный рецепт. Из года в год моя матушка его проделывает. Я его помню прямо с детства. И очень люблю. Но при этом вся моя семья абсолютно наполовину атеистична, наполовину агностична. Но это совершенно нам почему-то не мешает отмечать Пасху из года в год и также не мешает всем моим адекватным православным друзьям. Для нас это что-то скорее культурное, чем религиозное. И мне кажется, в этом нет совершенно ничего оскорбительного, никаких проблем. Если для вас здесь есть проблема, можете сразу выключить или посмотреть и приготовить это с другим подтекстом. Господи, это всего лишь жратва. Зачем я оправдываюсь? Но еще одна интрига в том, что я записывала этот рецепт уже один раз для жрача ровно год назад. Это была моя первая попытка сделать что-то сольно. Ну, не как сегодня. Сегодня-то я не одна. Но все файлы оказались битыми. И мне приходится сегодня все это повторять, потому что я люблю грабли. Что для этого нужно, кроме крупных планов еды, которые я уже обеспечила, чем сделала себе половину шоу? Яичные скорлупки пустые, ванильный сахар, желатин. Желатин может быть любой, но большая разница, насколько в воды каждый желатин рассчитан, они все разные. Смотрите на упаковки, от этого будет зависеть ваши меры. Да, мерный стаканчик, он нам понадобится сегодня много-много-много мерных стаканчиков. Шоколадка, вы не видели марку. И специальный ингредиент, о котором я расскажу чуть позднее. А также вода, молоко и ковшики. Много-много-много-много-много ковшиков. У меня, думаю, маловато ковшиков, поэтому один из них нам заменит турка. Я надеюсь, турки не против, и они не будут негодовать в комментариях. Пожалуйста. А дальше все довольно просто, но действовать мы должны с определенной степенью математической точности. Все надо нормально рассчитать, чтобы наш желатин схватился и не было проблем с застыванием. Так вот, я рассчитала всего на 4 порции. На каждую нам понадобится половина такого пакетика желатина. Но опять-таки, вам надо все просчитать заново. Жрач-математическая передача. Могло и такое случиться. Вам все надо будет просчитать в зависимости от того, какой желатин купите вы. Начнем с самого простого, с того, что будет лежать в основе всех четырех видов желе. Это молочное желе. Желе, желе, желе. Желе. У меня тут все ходы записаны специально, чтобы не случилось о Кате. И хотя, кто знает, кто знает. А, о. 50 миллилитров воды. Сначала в желатин добавляется вода. Ее надо немножечко подразмешать, развести. Ну и баблишко. Потом тссс. Сюда же мы добавляем 200 миллилитров какого-то молочка. Забыла сказать, чтобы вы могли посчитать. У меня пакетик желатина, который на пол-литра воды рассчитан. Половина пакетика на 250. Так и получается. 50 миллилитров воды, 200 молока. Для желатина неплохо. Сюда же, потому что мы делаем не холодец. Понадобится сахар. 25 грамм. 25 грамм на четверть литра, соответственно, 50 на пол-литра было бы. И желатин тут тоже надо было посчитать. Я посчитала. Подготовленный жрач. Че я насчитала? Я насчитала сюда 2 чайные ложечки. Ну вот и все. Это субстрат ванильного. Я правильно использую слово субстрат? Это полуфабрикат молочного желе. Все остальные будут примерно такие же, с небольшими вариациями. И теперь шоколадный. Растопили шоколадку на пару минут на малой мощности в СВЧ при помощи молочка. Опять. 50 миллилитров воды. Оставшаяся половинка желе. Вода, как вы понимаете, белесая не из-за сточных вод, а из-за остаточков молока. Так вышло. Шоколад. Сталый шоколад всегда такой непотребный. 25 сахара. Ванилька. И я совершила глупость, потому что сахара на самом деле надо было меньше, чем молочный, потому что шоколад сам по себе сладкий. Поэтому официально сейчас мы готовили желе, от которого слипнется. Молочное, шоколадное, дальше поехали. Сейчас я попытаюсь сотворить магию, но на самом деле хер его знает, что выйдет. Потому что я давно хотела поиграться с красителями. И самое забавное в том, что самый простой способ в нашей стране, в нашем городе добыть пищевые красители, это дождаться Пасхи. Потому что появляется куча ерунды, чтобы красить яйца. Меня спрашивали в комментариях перед этим выпуском, буду ли я красить яйца. Нет. Не совсем. Я буду пытаться сделать прикольные разноцветные желейные яйца. Естественно, в продаже были, собственно, красители для окрашивания яиц. Любые, какие хочешь, только перламутровые. Никогда не гуглите, кстати, перламутровые. Это лайфхак, который я вам дарю совершенно бесплатно. Теперь это видео можно официально называть лайфхаковым. Ну, я посмотрела состав этого дерьма, и там написано пищевые красители, жидкие, нормальный состав. В общем, ничто не заставляет меня думать, что эти красители подойдут только на внешнюю сторону еды. Я собираюсь их применить. Практически все то же самое, что до этого. Делаем молочное желе, а потом красим. Ложечку забыла. Ну, теперь попробуем сделать нашу магию. Насколько я поняла, нужно всего попарить капец. Это мой продукт. Он будет синеньким. Ну, не потому что я решила идти по классике. Розовый, голубой, красный, синенький. Нет. Я хочу сделать яйца птицы с логотипа твиттера. Ну, вот и все. Отправляем желе на конфорку, доводим до кипения. Ни в коем случае не кипятим и снимаем. А если вы спросите, где же бухло и какой же жрач без бухла, то оно вот оно. И я пью сегодня вермут с гранатовым соком. Ну, вот наши ребята немного остудились. Теперь можно залить скорлупки, поставить в холодильник. Ну, и в принципе все. Еще один прикол заключается в том, что можно сделать полосатые желейные яйца. То есть залить слой, поставить в холодильник, залить еще слой, еще подождать и до конца. Но я не буду все это показывать. Вы увидите уже результат. Срочные комментарии зала мне только что сообщили, что где-то в кафе типа шоколадница появились пасхальные маффины. Пасхальные маффины. Если вы поторопитесь, еще сможете их приобрести и осветить. Один из тех моментов, когда хипстерство просто врывается в нашу жизнь. Ну, а у нас все готово. Это может выглядеть сейчас не очень лицеприятно, но поверьте, то как только чуть-чуть мы очистим яичко и перевернем, поставим так, никто не заметит подмены. Оно такое забавное. То есть я делала это раньше, но каждый год это так забавно. Мне попалось коричневое. Я думала, что это будет полосатая, но... Мне попалось полосатая! Смотрите-ка, не зря, не зря пошли дальше. Вот. Вот оно. Вот наш киндер-сюрприз. И мне кажется, шоколадный желей более такой, уверенный в себе. Более плотный, уверенный в себе. Ну, конечно, уже черный. Единственная проблема, я не знаю, как делать фотографии финальные этого дела, потому что вскрытые желейные яйца, они прикольные, но они выглядят не очень аппетитно. Ну, то есть я могу показать. Я тут одно белое полностью вскрыла, и получился вот это. То есть они клевые в процессе вскрывания, а потом они не такие клевые. Вот так вот желейные яйца готовы, наконец-то. И не зацикливайтесь на мелочах и формальностях, а наслаждайтесь лучше весной. Всем пока! Забыла вам синенькое показать, твиттеровское. Неплохой сюрприз, правда? Даете вы такое яичко. Опа, и внезапно получается распаковка киндер-сюрприза. У вас там миллионы фанатов. Яйца страшная сила.